Новости Дагестана в эфире на нашем национальном телевидении в студии Махач Курбанов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента с нанесением побоев известному блогеру Тамаеву. Давно назрело. В Дагестане реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной инициативы. Подробнее через минуту. Помощь к 1 сентября. Дети из ДНР и ЛНР, находящиеся в пункте временного размещения в Ростовской области, получили от мецената из Дагестана школьные принадлежности. Работы остановить, котлован засыпать. Строительство какого объекта пресекла прокуратура? Узнаем в рубрике «Дайджест». 11 поединков и только один проигрыш. Шпажистка Айзонат Муртазаева стала вторым призером спартакиады в Москве. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента с нанесением побоев известному блогеру Тамаеву. 24 августа 2022 года в Ленинский отдел полиции поступило сообщение о том, что в 17.10 по проспекту Гамидова в Махачкале на парковке возле торгового центра 28-летний житель Махачкалы в ходе возникшего скандала нанес побои 21-летнему жителю Москвы, сообщает пресс-служба МВД республики. Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего. По факту нанесения побоев отделом дознания полиции по Ленинскому району Махачкалы собран материал для принятия процессуального решения, говорится в сообщении. Напомним, видео с конфликтом накануне получило широкое распространение в соцсетях. Сам пострадавший заявлять в полицию не стал и попросил не придавать произошедшему межнациональный характер. Правительство республики ставит перед собой задачу создать для предпринимательства необходимые условия и конкурентную среду. Об этом заявил премьер-министр республики на заседании Совета при главе по улучшению инфекционного климата региона. В этих целях реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной инициативы. Он направлен на всестороннее улучшение бизнес-климата. Три региональных проекта, входящих в его состав, учитывают все стадии предпринимательской активности. «Национальным проектом поставлена задача увеличить число занятых в «Малом и среднем предпринимательстве» в стране до 25 миллионов человек к концу 2024 года, в том числе по нашей республике до 98 тысяч человек. В период внешнеэкономических санкций наша задача не просто решить текущие проблемы, но и проанализировать состояние сектора малого бизнеса в целом, понять, насколько эффективны и доступны существующие меры государственной поддержки, продолжить работу по разработке новой формы государственной поддержки бизнеса. Мы не должны ждать, когда придут инвесторы, а должны конкурировать, искать их, а для этого у нас в регионах должна быть создана необходимая инфраструктура. Мы не призываем разрушать действующие механизмы привлечения инвестиций, но их дееспособность должна подвести конечным пользователям инвесторов». Наспроект ставит задачу увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе страны до 25 миллионов человек к концу 2024 года, а в республике Дагестан до 98 тысяч человек. «Если мы в этих 33 субъектах сумеем удержаться, потому что там скорость действия очень большая, и, честно говоря, нам сложновато все это проходить, если мы удерживаемся, то со следующего года мы попадаем в федеральную программу, в том числе по налогам и годам. Это результатом будет являться вот эта работа. Нам главное просто удержать свои четырех субъектов, 33 субъектов. Хочу сказать, что мы сумели в этот, как последний вагон уходящего поезда, влезть, и пока держимся. Я думаю, что справимся». 24 новых фельдшерско-акушерских пункта открыты в Дагестане с начала года. Все они обустроены и оснащены новым современным оборудованием, сообщает Минздрав. Так, в частности, на фотографиях хорошо виден масштаб изменений. Было-стало. На снимках ФАП в селе Чулат Табасаранского района. Это новый объект, построенный взамен Ветхова. Капитальный ремонт и строительство медпунктов продолжалось в течение двух лет практически во всех муниципалитетах Дагестана. 24 объекта уже готовы. Еще в семи работы близятся к концу. Еще более полусотни объектов проходят стадию капитального ремонта в этом году. Флэш-моб от мэра Махачкалы «Чужих детей не бывает» идет в массы. 50 школьников из малообеспеченных семей поселков Кехулай, Тарки и Альбурикент собрали к первому сентября. В канун нового учебного года к призыву Салмана Дадаева присоединились глава советского района Арсен Айдиев и начальник городского управления торговли Исуп Устарбеков. Чиновники пожелали ребятам начать учебный год с улыбок и хорошего настроения. А меценатам, у которых финансовая возможность позволяет оказать помощь, таким детям присоединиться к акции. У нас есть четкое, твердое предназначение, что чужих детей не бывает. Я глава города, Натал, с большими людьми, очень хорошо отношусь с семьей нашего города. Очень хотелось бы, чтобы вы хорошо учились в школе. Сегодня в государстве все делается для того, чтобы наши дети могли получать достойное государство. И с каждого из вас хотелось бы взять слово, оставаться девочке, обещание, что вы будете работать с родителями на высшем уровне, на высшем уровне учебы. Собрать ребенка в школу всегда было делом затратным, но многие родители так или иначе с этим справлялись. В эти дни в особой поддержке нуждаются дети из ДНР и ЛНР. Многие из них сейчас находятся в пункте временного размещения в Ростовской области. Свою помощь им оказал и меценат из Дагестана Магомед Гаджимагомедов, который навестил детей и привез все необходимое к первому сентября. Продолжение темы сюжет Ларьяны Шамхалаевой. Констовары, школьная форма, ученические принадлежности и многое другое Магомед Гаджимагомедов, надо сказать, в Ростовской области не в первый раз. Меценат совместно с муфтиятом Дагестана принимал участие в гуманитарных акциях с самого начала специальной военной операции. Эта акция, как говорит сам Гаджимагомедов, не первая и не последняя. Когда только начали выезжать беженцы в сторону Ростова, только начали, да, я выехал, мы совместно с Духовным управлением Республики Дагестана привезли сюда 4 фуры, мы выгружили в Ростов. После этого времени, вот до сегодняшнего дня, мы отправляем груз, я заезжал несколько раз на территорию. Возите продукты, да? Продукты обязательно, продуктами. Вот сейчас решили накануне учебного года поддержать наших будущих ученых, будущих ученых, будущих наших, поддержать, чтобы они тоже знали, поняли, что мы их не бросаем. Конечно, сейчас я сюда заехал, вижу, они такие, да, дети. Мы сюда привезли то, что я своим детям купил. Разница не та. То, что своим детям я купил, то и вот такой портфель моего сына тоже есть. Дочка там у меня в садике. Ну, все, что я им купил, то и сюда тоже привезли. Я и Ростов, и Крым, и в Севастополь, и в Мелитополь, и там в Запорожье, в Лихарске. Родина. Это же родина. Надо же защищать родину. Кто что может, то и должны сделать. Сотни детей сейчас находятся здесь, во временном пункте размещения Ростовской области. Они всегда рады гостям. А гостям с подарками тем более. А тебе сколько лет? Семь. Семь? Когда школа? В сентябре. В сентябре пойдем? Я вам привез портфели, новые, рубашки, фломастеры. До начала учебного года осталось всего ничего. Собирать детей в школу – это дополнительные расходы для большинства родителей. А для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации в статусе беженца – это почти непосильная задача. Поэтому помощь, оказанная Дагестаном, пришлась как нельзя, кстати. Спасибо вам огромное за то, что вы подарили сегодня ребятам этот замечательный праздник. Мы находимся в пункте временного размещения, который называется «Ромашка». Одновременно в этом пункте находятся тысячи человек, которые приехали к нам из Донецкой Народной Республики. Из них 680 – это дети. И поэтому сегодня невероятно важно, приятно для этих деток получить те подарки, которые вы привезли, те школьные принадлежности. Потому что 1 сентября двери наших школ Ростовской области откроются, и дети пойдут в первый класс. Ларьяна Шемхалаева, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Ростовская область. Махачкала вошла в топ-5 самых популярных авианаправлений у семейных туристов. Рейтинг составил сервис поездок и путешествий tutu.ru. Анализировались заказы туда-обратно, оформленные для вылета с 1 июня по 31 августа, где в составе есть билеты для пассажиров в возрасте до 17 лет включительно. На столицу Дагестана приходится около 4% спроса среди путешествующих с детьми и подростками. В прошлом году доля Махачкалы составляла 1%. Самым популярным маршрутом для семейных авиапутешествий стал курортный Сочи. Из Самары запустят прямой авиарейс в Махачкалу с 10 сентября. Перелеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Из аэропорта столицы Дагестана лайнеры будут вылетать в 4 часа 55 минут, но вылет из Самары в 2 часа 40 минут. Время в пути составит более двух часов. Ранее по этому маршруту запускались авиарейсы, но другой компанией, которая проработала на этом направлении не более двух месяцев. Продолжим выпуск после блока коротких новостей, который подготовил Карим Даниев. Стройку придется свернуть. Прокуратура Ленинского района Махачкалы через суд добивается засыпки самовольно выротого котлована. На данном участке застройщик планировал незаконно возвести объекты капитального строительства, сообщает ведомство. Ответчиков обяжут засыпать котлован и восстановить почвенный покров. Очередной факт хищения электроэнергии выявили в Махачкале. Мужчина разместил в своем гараже четыре майнинг-устройства для добычи криптовалюты. Злоумышленник в течение нескольких месяцев незаконно использовал электроэнергию. В общей сумме его долг составил почти 400 тысяч рублей. Все сведения направлены в правоохранительные органы. Напомним, всего с начала года в Дагестане выявлено 33 случая майнинг-хищения электроэнергии на сумму свыше 95 миллионов рублей. Борьба с нарушителями продолжается. На республиканских автодорогах дополнительно установлены 25 комплексов фото-видео фиксаций нарушений правил дорожного движения. Камеры введены в эксплуатацию с учетом мест совершения ДТП и наиболее частых нарушений ПДД. В Гергебельском районе до конца текущего года отремонтируют дороги на 14 улицах. Общая протяженность нового дорожного полотна составит более 2 километров. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Мой Дагестан. Мои дороги». Шпажистка Айзанат Муртазаева стала вторым призером спартакиады. Турнир сильнейших спортсменов России по фехтованию проходит в Москве. Уроженка Хунзакского района провела 11 поединков, выиграв 10 из них. Единственное поражение – Муртазаева потерпела в поединке с более опытной спортсменкой, призером Олимпиады Виолеттой Колобовой. Напомним, Муртазаева – участница Олимпийских игр в Токио. Там она остановилась в шаге от бронзы. Шахматист Али Мамаев занял первое место на этапе Кубка России в городе Иссентуки Ставропольского края. Соревнования среди детей до 15 лет собрали более 150 участников из 13 регионов страны. Семилетний махачкалинец первенствовал в возрастной категории до 9 лет. Он набрал 6 очков из 7 возможных. Али Мамаев – воспитанник школы международного гроссмейстера Джакая Джакаева. Обучается у тренеров Максуда Джанбулатова и Серажу Дина Мамедова. Всего вам доброго. Смотрите нас в соцсетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok